итак 172 серия мурманская магадан 172 серия мурманская магада 1035 ju Milan 172 серия мурманская магада 2036 г К взятах 1040 тут по veteran энергетика арhil Пожел бы её... Чтобы его... Уезжать в такую ландцию. ...и можно без нас не надо. ...и вон садки. ...и вон садки. ...и вон садки. ...и вон садки... ...и вон садки. ...и всё. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Здесь на моём краевисты, краевисты, там можно посмотреть, как одна, ну я видел, сейчас замедлил эти фрагменты, когда они стоят и машут руками. А здесь Галдона, это не очень близко. Ну, естественно, если бы я увидел беременную, там были какие-то повреждения, там такие, имеется в виду, ДТП, ещё что-нибудь, нет сомнений, абсолютно. Но такие моменты я мало верил. Они заплатят. Так заплатят, что долго потом будешь расплачиваться. Так, а ну-ка я включу-ка, радиостанцию забыл включить. Так, ну-ка. Тут какой вариант Может быть Первый вариант, что да Людям нужно ехать там Может быть они работают Экспедиции Или еще что-то Возможно Вахтовый метод работает Возможно Если так Вахтовый метод То полагаю Надо Надо полагать Есть вахтовый автобус Или другой вид транспорта Который привозит и увозит людей Возможно Мошенники Грех Грех на душу брать Не буду Отплесать не буду Но не исключено, что мошенники Судя по тому, что Они сидят в автомобиле Это Это Возможно Женщины Если Если их Двое Это Тоже Тоже Чревато Показание Двух Вот попытка Там ля-ля-ля-ля-ля. Научили уже эти мошенники на трассе. Быть отдельно осторожными. Я остановился и подумал, что бензин кончился. Но у меня канистра есть, я бы отдал, конечно, разговору нет. Девять градусов. Резкий спуск. Резкий спуск. Вот он резкий спуск, 9 градусов, довольно-таки крутой. Ну и такой же подъем, 9 градусов, надо полагать. Зимой может быть очень скользко, поэтому тормозить на таких спусках нужна 7% только двигателем. Участок небольшой. Калетка двух километров. Ну, это главный предъем. Показывает, что тут дорожные работы. Он показывает объезд. Участок есть. Участок. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Впереди река для ручей. Называется он Чулькана, наверное река Чулькана. В принципе пород на дороге хороший, если бы не было грязи или как бы назвать. Наверно в Клабе не затащили эту грязь, но дорога уже пошла на подъем асфальт. Показывает через 300 метров стоянку. Да, мелкая река Чулькана. А вот стоянка грунтовая, щебенкой покрыта. Но в принципе если очень сильно тянет в сон, то можно остановиться и при ночевании. поспать на ней. Что вас придерживает? Далеко. Ничего не было. Не показывает. 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 запас Худо. Показывает 630 километров до Якутска 732. Просеки с левой стороны на горе, это для высоковольных линии, но Мегафон честно признался, что нет связи. Просеки с левой стороны на горе, это для высоковольных ремонтной соответствует показаниям навигации с левой стороны на горе, это для высоковольных линии. Просеки с левой стороны на горе, это для высоковольных дорога в хорошем состоянии. Я бы сказал, что отлично. Немного небольшая тряска, но незначительная, я бы поставил 5 баллов. Может быть с маленьким минусом. Опять крутой подъем. Вот, пожалуйста, полоса для обгона. желающий обогнать. Вот ретранслятор чей телевизионного сигнала могли бы здесь и оператора какого-нибудь посадить. лево. Сейчас погибли. Сейчас погибли. Вменьшу колокольник. Я учусь, в этом месте, в гранении. Подписывайтесь. Попробуем. Субтитры сделал DimaTorzok Это бутылки хлопают мои пустые, которые надо заправить водой. Дружище, в канале? Не подскажешь, где можно водой заправиться немного? Повтори, пожалуйста. Не понял, нафига. А, ну понял, понял. Спасибо. Перед бастом. Из реки, что ли, имел ввиду? Ха-ха-ха. Красная обочина, коричневая, сжёного кирпича цвета. А, вот здесь что-то... Заехать, спросить... Что-то мне... Грязь лезть не хочется... Нет, поеду я дальше. Спрашивал что-нибудь дальше. Умыться, чай сделать. Вот для этого вода нужна. У меня было с собой литров 15, наверное. Почти всё израсходовал. Да не почти, а всё. Удалить бачок и мывать я даже нечего. Ну, дорогу сделали. Вот нету агравийки. Потому что... На агравийке и во время дождя... Впереди идущие автомобили, да и встречные... Заляпывают стекло... Грязное. Постоянно нужна была вода для омывания. А сейчас вроде и дождик... Помогает немножко... Стекло чистое. Да и... С самого... С самой дороги тоже... Слякоти нет. Да, я просто сильно удивлён... И обрадован... Уже хотя бы тем, что проехал... Да, участки есть... Сколько там было? Четыре, может быть пять... Участков... Где идёт ремонт... Длиной... Километров по десять, наверное... Вот... А так... Пока... Я знаю, что по дереву... Указателя. Указатель. Я в rope,ل задач. Я refugee взял жил. Лай по рекламе. Что-то я про фотоаппарат забыл Такие красивые пейзажи Эх, художники, художники Что вы в городе ищите? Вот где вам нужно быть 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 Так, сфотографирую-ка Я здесь, тут какие-то пирамидки стоят И сам пейзаж неплохой Так, сфотографирую-ка-пейзаж Так, сфотографирую-ка-пейзаж Так, сфотографирую-ка-пейзаж Сделал несколько снимков Это пирамидки, кто будет смотреть Я их, наверное, размещу Так, сфотографирую-ка-пейзаж Так, сфотографирую-ка-пейзаж Так, сфотографирую-ка-пейзаж Так, сфотографирую-ка-пейзаж Для обочины Так, сфотографирую-ка-пейзаж Так, сфотографирую-ка-пейзаж Так, сфотографирую-ка-пейзаж Сейчас обгонит меня, фора летит, фора или газель, а просто грузовик. Ну, а мы поехали. Так что красная обочина посыпала красным гранитом. С правой стороны свалка была автомобильные покрышки, куски битума, в смысле асфальта. Так что Яндекс.Навигатор это для городов. Ну, может быть, в небольших поселках еще можно. Это что такое белая дорога, асфальт такой? Вот, пожалуйста, бежевый асфальт. Какого только цвета асфальта вы не увидите во время поездки. С зеленого, с зеленым оттенком, и с красным оттенком, бежевый оттенок и так далее. С зеленым оттенком, и с зеленым оттенком, бежевый оттенком. Продолжение следует... Через 95 километров правый поворот. Прискну остановиться, чтобы сделать снимок. Движение на трассе. Очень мялая. Сегодня что у нас? Вчера смотрел, вроде бы, воскресенье. Движение на трассе. Какие особенности с ощущениями? Это... Вот сказывается разница в часовых поясах. И хоть вроде бы... Думаю, что организм уже адаптировался. Вот это оказывается не так. Проснулся сегодня и не мог уснуть. Четыре часа по московскому времени. Продолжение следует... Происход с М4, где морковь снит, темно. Сел на водительское кресло и поле дремало, пока не рассвело часа, наверно, 3. Ну, тебя тоже сфотографирую. Вот, кровейка пошла. Что нам тут обещают кровейщики? Обещают 17 километров. 18 километров такой дороги. Ну, по крайней мере, честно написано. Так, сегодня это второй участок, по-моему. Где ремонт для работы ведут. 20 километров, я думаю, 18. Потерпим. Потихоньку объедем. Кстати, этого участка нет на карте Map.me. Ах, хотя поднимем колесом. Отдыхай. Что-то не соответствует этому щиту. Никаких девятнадцати километров. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 а 360 длина Субтитры сделал DimaTorzok На каждом шагу можно устанавливаться и отбываться Субтитры сделал DimaTorzok 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 Немного перефразируя Высоцкого Сказать Субтитры сделал DimaTorzok Десятые доли таких красоты чудес Он правда это про горы поет Тут тоже в какой-то степени горы невысокие Собки наверное правильно назвать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok